Следующий естественный шаг – это выделить из наших различных точек хода общую часть, ведь наверняка есть какой-то код, в данном случае Welcome, который нужен на всех страницах сайта. Для этого мы воспользуемся еще одним плагином, он называется Webpack Optimize Commons Chunk Plugin. У него есть большое количество параметров, в данном случае нам понадобится пока один, а именно мы зададим имя нового кусочка сборки, назовем его Common. Теперь запускаем сборку, и мы видим, что появилось три файла – About.js, Home.js и кусочек сборки с именем Common – Common.js. Давайте взглянем внимательнее. Common.js содержит Webpack-шапку, и, если посмотреть ниже, он содержит те модули, которые используются во всех точках входа, то есть и в About, и в Home. Смотрите. Вот. Это Welcome.js, и вот. А это мы включали опцию для Babel, то есть это бабелевский код, который и там, и там разделяется. А что находится теперь в About? А в About гораздо меньше. В About уже нет шапки, а есть содержимое, собственно, модуля. Заметим, что так как шапки нет, то, естественно, предполагается, что сборка About, как и сборка Home будут идти вместе с Common.js. То есть мы должны поправить наш файл. Здесь вот у нас Home, а перед ним должна грузиться Common. Соответственно, теперь на странице Home будет вот так, а на странице About будет вот так. И получится, что общий код Common.js закэшируется и скачается только один раз для всех разделов сайта.